Продолжение следует... Савинкина Тамара Михайловна, Ваша честь, прошу взыскать с ответчика Елены Михайловны, это моя сестра старшая, материальный ущерб, который она мне нанесла в размере 129 835 рублей и морального ряда на сумму 10 тысяч рублей. Ваша честь, я требую, не только это, я требую, чтобы она заплатила все до копеечки мне. Заплачу тебе. Да, заплатишь, моя дорогая. Ваша честь, случилось страшное. Понимаете, вот эта моя сестра, она пыталась осквернить могилу моего дорогого человека, моего гражданского мужа. Понимаете? Могилу матери с отцом. Нет, вы представляете, она уж чинила драку там, прям на кладбище. Она мне порвала платье, а платье-то вообще стоит 3200 рублей рубликов. Вот так вот. Я тебе два куплю. Не надо. А потом венки вот эти вот. Посмотрите, каждый венок, вот три венка, они стоят 20 тысяч рублей. Два венка, она порвала, вообще раскидала все. Потом она дорогого моего человека фотографию порвала. А рамка-то дорогая. Ты расскажи, где стоит 4600 рублей. Дорогой твой человек, ты расскажи, где он лежит у тебя. Что, хулиганка, что ли, ваша сестра? Да, самая настоящая хулиганка. Вы в милицию обращались? Вот, вы знаете, потом вот оградка вот эта, она погнулась. Пришлось еще это, за монтаж, демонтаж и установку 20 тысяч не заплатить. Вот так. А потом свидетели случайно увидят. Она чужого мужика туда положила. Послушай меня внимательно. Да? Да. Ты расскажи, в чью могилу ты положили чужого мужика. Случайно свидетели вызвали милицию. Вот, знаете, слава богу, что мы только оставили протокол и заплатили штраф, а то бы не знали, чем вообще могло бы кончиться. Так кто же платил штраф-то? Отвечется? Ну, мы вдвоем платили. Милиции штраф. Двоем-то платили. Как вдвоем? Ваша честь. Вы что, обе нарушительницы, что ли? Ну, конечно, мы с ней поправились. Она мне щеку покорябала. Я же обратилась в дропунт, мне вот дали справочку, что, знаете, как было это? Да вы же сестры. Да, теперь бедная и больная. Ваша честь, на старости лет, вот на склонь-то лет, я встретила, представляете, вторую половинку. Мы так прожили с ней. И половинку положила? Аж два года мы прожили. Молодец. 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 И я, у меня есть договор, что это принадлежит мне захоронению. Передайте мне все документы. А деньги куда делай? Ты тоже их отдай. Какие деньги? Какие деньги? Какие еще деньги? Она продала эту могилу. Ой, Ваша честь. Документы, одну секунду. Она хочет деньги получить. Вот что ты хочешь. Ты порадовалась за тебя с рукой. Я с матерью не получала. Ты порадовалась, чтобы я хоть немножечко, но была счастлива с этим. Вот мужчина без прожилия не растить никогда. Я не могу в этой обстановке работать. Вы понимаете или нет? Я должен разбирать сейчас ваш спор, а я слышу только ваш ор. Так она мне не дает сказать. По-моему, вы друг другу не даете сказать. Вы сказали здесь о фотографии, о грабе, венках. Это что, все вы купили? Так, Ваша честь, вот, как говорится, мне помог его сынок, вот, моего мужа-то такого гражданского, да? Но все делала я и хоронила я, и венки я заказывал, все. Все, достаточно. То есть вы на это деньги не тратили, понятно. Вам слово. Значит, вот несколько дней назад, так, значит, звонит мне подруга. Росли мы вместе, и она ее знает. Все, Тамара, все, значит, звонит мне и говорит. Слушай, я тут была на кладбище, и смотрю, у вас свежее захоронение. Так, что у вас случилось? Естественно, я знать не знаю, что у нас случилось. Я говорю, у нас вроде все живы-здоровы. Она говорит, и ты знаешь, я позвонила Тамаре, так, говорит, со мной даже разговаривать не стала. Сказала, а твое, какое дело, моя могила, что хочу стоить врачу по предыдущему. Да, это моя могила. Понимаете? Документы не оформлены. Я все бросила и поехала туда. И поехала, я даже ни к Тамаре не заходила. Я сразу поехала на кладбище. Свежая могила, богатые венки, красивые ограды и, извините меня, мужичок, портрет мужичка. Так, приятный, ничего не могу сказать, хороший мужчина. Неужели я с вами бы связалась? Я пошла в контору, в кладбищенскую и спросила, что и как. А мне говорят, а что, говорит, вы хотите? Что вы хотите, говорит? Это могила. По договоренности владелицы этой могилы, при ее договоренности туда захоронили, значит, вот этого товарища. Кого хочу, то выхороню там. Могила семейная. Но могила семейная. Там похоронен отец. Да ты не живешь там уже 10 лет. Боже мой, какой ты... Да при чем тут? Живешь или не живешь? Там пара... Так и два места было, значит, так, грубо говоря, для нее и для меня. Понимаете, с чего получается? Вот, и я пошла, значит, естественно, я вся растерзанная. Так, когда мне сказали, что хотели, там, похоронили. Я пришла, со злости раскидала все эти венки. Бог с ними, что они там по тысячу, сто тысяч, три венка стоят. Мне-то какое дело? Мне вот, все. И вдруг это летит. Увидала все. Другими словами, вы сейчас здесь в суде признаете, что совершили виновные действия. Ну, поймите. Фактически, вандализма, это, в общем-то, уголовное преступление. Это не вандализм, а? Это не вандализм? Продолжайте отвечаться. Если будете так продолжать, мне придется частное определение все-таки вынести. И направить его в ВВД, для того, чтобы привлекли вас к уголовной ответственности. А то, что она меня драться со мной начала, это все, не уголовная ответственность? Она прилетела на кладбище, начала со мной сразу, в волосы мне сцепилась. Да ты начала драться со мной. Но она же там своего любимого человека похоронила. Так это же надо доказать. Что доказать? Что он ей любимый человек, она его знать не знает, она продала эту могилу, ваша честь. Почему вы так? Какую я продала? Минуточку, почему вы так решили? Почему я так решила? Да. А я ей сказала, что я ей сюрприз устрою. У меня свидетель есть, ваша честь. Сын этого товарища. Так, пригласите свидетеля ответчика. Какой еще свидетель? Я тебе сказала, вот тебе все денежки. Нет, это вот тебе. Да. А те денежки, за которые ты продала, вот тебе. Денежки захотел за могилу. Вот ты что? Среди ответчика, пройдите. Ничего ты не получишь. Пожалуйста, вызовите свидетеля, пусть он все расскажет. Здравствуйте, ваша честь. Проходите, проходите. О, сговорились, да? Конечно. А, ну конечно. Да, сговорились. Похоже на сговорчивого. Как вас зовут? Смотрите. Проскорин Геннадий Александрович. Я сын похороненного в этой могиле человека. И здесь я, в принципе, ну считаюсь как свидетель-ответчик. На самом деле я не разделяю ни ту, ни эту сторону. Просто-напросто я пришел в суд, чтобы как-то это дело завершилось и прекратилось это безобразие, которое две эти старушки устроили на могиле. А суть дела в следующем. Когда умер мой отец, я решил похоронить его достойно и на хорошем месте. У нас есть городское кладбище в центре города. Хорошее, красивое. Но оно закрытое, и там нет мест. И тут волей случая я познакомился с Авинкиной Тамарой Михайловной, которая за определенную сумму денег дала мне разрешение на захоронение моего отца в семейной могиле. А она была знакома с вашим отцом? Нет. Я этого не знаю. Откуда он знает? Папа ничего не говорил, ему не рассказывал. Знаю только то, что фактически предложение было с ее стороны. Я человек обеспеченный, меня это устраивало. Как бы мы договорились с кладбищенской конторой, я передал деньги. Но при этом, понимая, что это может чревато быть определенными последствиями, я взял расписку. И вот у меня, пожалуйста, расписка. Не было никакой расписки. Следующего содержания. Я, Савинкина, Тамара Михайловна, дали указаны паспортные данные. Получила от Раскурина Геннадия Александровича деньги в сумме 100 тысяч рублей. За разрешение захоронения. Это подпись семейной могиле. Из САС, посмотрите. Так у меня какую-то бумажку. Ты же мне какую-то бумажку от зал подошла. Я подписала. Ничего я там не видела. Там пустолист. Деньги вы получили? Весь бы город знал, что она замечала. Никаких денег я не получила. Вы отыскайте, что получили деньги. Всем бы разболтала. Кто оплачивал венки, фотографии, вот эти все атрибуты похорон? Ваша честь, естественно, венки, фотографии, все оплачивал я. Вот эти вещи, они были повреждены в результате виновных действий ИСА и ответчика. Вы требуете возмещения ущерба? Нет, Ваша честь, мне ничего не надо с этих женщин. Я просто хочу, чтобы это безобразие на могиле прекратилось. Я понял вас. Чтобы они между собой разобрались. И еще у меня к вам один вопрос, уважаемая истица. Вы все-таки настаиваете на своих требованиях? Ваша честь, пусть она мне хоть заплатит, заплатит я заплатит, 3200 рублей. Я тебе ворвала его. Я тебе подарю его. От компенсации морального вреда вы отказываете? Отказываю. Не страдали ни физически, ни нравственно, да? Да. Спасибо. Удаляюсь для принятия решения. Прошу всех встать. Вы виновны в том, что причинили вред имуществу вашей сестры на сумму 3200 рублей. И эти 3200 рублей, на которые стоило платье, вам придется вернуть вашей сестре. От всех остальных требований ваша сестра отказалась, поэтому они судом не рассматривались. Вас удовлетворяет решение суда? А вас? Да. Не будете оспаривать? Нет. Окончено слушание дела. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Редактор субтитров А.Семкин